Подписанное соглашение рассчитано на ближайшие пять лет. Согласно документу, представители законодательной власти субъектов федерации планируют обмениваться опытом по реформированию образования, развитию лесной промышленности, дорожного строительства. Некоторые вопросы требуют активных совместных действий. Будет предметный разговор о федеральных трассах, которые соединяют две на республику Иркутскую область. Это возьмите, допустим, тот же город Иркутск и Севербайкальск. Трасса, которая сегодня, наверное, не в состоянии ни вы, ни мы ее сделать должным образом. Особое внимание депутаты уделили защите озера Байкал и развитию туристско-реакреационных зон, находящихся на территории двух регионов. Председатель законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина подчеркнула, что совместная работа – залог общего успеха. Регионы разные, а задачи одинаковые. Бездефицитный бюджет и тема энергосбережения и теплообеспечения, и экологической и продовольственной безопасности – это задачи и в сроках, и в ответственности. А вот в поиске решений, свежих решений, конечно, дает инструмент один – взаимодействие и сотрудничество. Там, где экономика, там, где есть инвестиционные проекты, там, естественно, требует законодательное сопровождение. Но мы хотим делать так, чтобы наши законы, которые мы принимаем во всех субъектах, вот этих трех, они совпадали и способствовали улучшению нашего экономического климата. Подписанный договор трехсторонний. Кроме Иркутской области и Республики Бурятия, третий регион, принимающий участие в соглашении – Забайкалье. Депутаты краевого парламента должны рассмотреть документ и подписать его, после чего он вступит в юридическую силу. Юлия Любишина, Александр Пахомов. Новости сейчас.